У нас есть в Украине очень экстремистская, шовинистическая, российская организация, называется МАУП. Эта организация прямо в этом Бабьем Яру открыла киоск и вот эти литературу, книги, газеты о том, что великий обман 20 века, что был погром, что был Холокост. Я Василий Васильевич Еременко. Я возглавляю Институт культурологических и этнополитических исследований МАУП. Посоветовал бы вам, вот поехать, когда приедут хасиды в октябре на могилу своего цадика Нухмана, Умань. И вы пройдите там, где они живут. Это же, понимаете, ну, других слов нет. Это скоты, а не люди. И делают вот это они совершенно... Если он снимает комнату у человека и в углу оправляется, нужду справляет, или живет в общежитии и в другом углу делает туалет, значит, вы думаете, что к этому можно... И они это называют ксенофобией. Это надо, как кодливого кота, брать за воротник и мордой размазывать. Это было правильно. МАУП вообще как таковы, они борются с этим сионизмом. Да, они собирают информацию и говорят людям правду. Есть одна библиотека, которая вызывает неоднозначные отношения к МАУП. Это библиотека журнала «Персонал» публицистическая. «Персонал» журнал «Интелектуальные элиты». It's the magazine of intellectual elite. As soon as you open the magazine, there is no issue that it doesn't have any article speaking of Jews. The labyrinths of Jewish financial aristocracy. Whose fault is this? Jews or Zionists? Jewish, communists and Zionists. Our investigation of the motives of murder of Stalin in Beria will finally lead us to Jews. My friend studied there. This is where we got all these magazines. And he says they do a lot of things that provoke Jews. How Israeli terrorism and American betrayal are involved into the September 11th attack. The author of the article is David Duke. Ah, David Duke? Ну, Господи. Он крик такой. Ну что, он прочитал лекцию. Make no mistake about it. We, here in Ukraine, and across the European world, are in a struggle for our freedom. The powers of globalism and Zionism are reaching out, and they're trying to control the lives, the values, the culture, and the foreign policy of every nation on Earth. Ну и что? А как тогда понимать свободу слова и свободу информации? Это же не говорит о том, что мы приняли постановление и приняли, как закон, лекцию Дюка. Да приехал бы Гитлер, прочитал, и мы бы его послушали, да? Я думаю, что Дэвид Дюк приезжал, чтобы издать свою книгу. Может быть, второй раз приезжал какой-то гонорар там полагался. То мы всю дорогу говорили о собачках, а не о антисемитизме или о евреях. Антисемитическая пропаганда. Что вы про это думаете? Это неправда. Да, это неправда. Без комментариев. Ну, я считаю, что это как бы только публикация, которая, то есть у каждого есть свое мнение насчет этого вопроса. И просто каждый реализует свое мнение, как хочет. Вы читаете журнал «Парсонал»? Ну, да. Вы видели когда-нибудь в журнале «Парсонал» публикации против евреев? Нет, не видела. Нет? А на занятиях бывают ли какие-то высказывания? Нет. Или какой-то материал, который... Нет, ни разу не было никаких высказываний против евреев, ни разу не слышали. Если бы вы лучше пошли в МАУПе, сколько у них публикаций, какие у них прекрасные студенты? Прекрасные, да. Как они прекрасно устраиваются? Какая у них замечательная научно-методическая база? Не больше, чем в любом западноевропейском и американском университете. Понимаете? Просто мне кажется, что когда вы берете такую очень узенькую вот такую щелочку... Я выездил. Кто? Почему вы постоянно говорите за что вы переживаете? Ну нельзя, нельзя. Почему нельзя? Ну не знаю. Вот почему... Вот вы не себе объясните почему? Ну да я знаю. Вот на меня я объяснил. Мне уже нет никакого... Я не знаю. Я знаю. Я знаю. А сркивая нарушается... Получая мальция. Субтитры подогнал «Симон»